Радость с доставкой на дом. В Иванове появилось необычное агентство по организации праздников. Своим клиентам они предлагают не просто помощь в проведении торжества, а креативную идею воплощения ее в жизнь. Тематику своего агентства Дарьи Поступок Аркадий, организатор агентства, перенял у своих коллег из других регионов страны. Я люблю тебя на слез. Каждый срок, как первый раз. Ты говори в камеру. Насколько приятно и неожиданно, что у меня даже спецслов нет. Свидание на крыше или серенады перед балконом на автовышке. Для фантазии предпринимателей нет границ. Как и не существует рамок для пожеланий заказчика. Разве что должны быть соблюдены два условия. В принципе мы готовы воплотить любое пожелание. Тут упирается только в два компонента. Во время и в деньги. Если, естественно, клиент приходит и говорит, что мне нужно сделать завтра и что-то такое сногсшибательное, за один день вряд ли мы сможем что-то сделать. А если есть определенное время и достаточное количество денег у заказчика, то мы способны сделать практически любой поступок. Зависит только от фантазии кошелька заказчика. Молодежь, как правило, выбирает более бюджетные поступки. Для таких случаев есть сердце курьер. Как правило, на подобные заказы Аркадий ездит лично. Посторонних людей привлекает только на масштабные мероприятия. Объект девушка Маша. Заказчик, который пожелал остаться неизвестным, приготовил для нее этот сюрприз. Курьер, передавший цветы и сердечные поздравления, девушку действительно удивил. Это очень приятно. Мне кажется, каждая девушка хочет такое испытать. Когда ты просто идешь, и тут бах! По словам организатора агентства, каждый поступок для него волнителен едва ли не больше, чем для заказчиков. Приходилось уже организовывать и предложение руки и сердца в театре, а в этом году, если получится, планируют организовать романтический троллейбус. В троллейбус садится влюбленная пара и двигается по городу. Троллейбус, естественно, украшен. В троллейбусе звучит романтическая музыка. Столик на двоих. На первый входит мое же сердце остановки. На другой остановке входит, например, скрипач. На третий уже официант с шампанским, с фруктами угощает молодых. В условиях нынешней не самой благоприятной экономической ситуации не станет ли убыточной торговля праздником. По словам организатора агентства, небольшой спад уже есть. Но мыслить нужно позитивно. Ведь в нелегкое время радость особенно ценится людьми. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.